всем привет сейчас опять незапланированное видео мы ехали по дороге и просто случайно я давно хотел зайти на эту пожарную станцию но что-то все не было никак у меня возможности я сейчас просто взял невозможности как-то особого желания но сейчас что-то я заскочил сюда быстро она оказалась совсем открыта ворота не знаю почему что у них мероприятие и просто я на нее зашел и решил поснимать немножко как выглядит пожарная станция в канаде пожарные станции здесь очень классные у них обычно очень хорошее какое-то здание хорошая техника вот одна из них вообще можно прийти любой момент поговорить не знаю как называют этого человека дежурный офицер кто он там и привести сюда например своего ребенка сделать полную экскурсию все покажут расскажут то есть назначить нужно время и и будет очень интересно но сейчас никого нет вот кто-то джентльмен меня увидел значит наверное будут спрашивать что здесь снимаю что-то что-то здесь огромное спасибо вам знаете это место это так интересное и можно просто взять несколько фотографий и видео потому что здесь просто замечательно да где ты живешь с этой или вот ней в Викторию о, ты настоящий здесь нет очень хорошая я просто подумала я это типичка О, извините, я из России. О, окей. Да. Доброе утро. Это место просто невероятное. Да. И эти новые машины тоже. Ну, и, ну, интересная часть, что этот, Энжин 39, это нашу новую машину, и это 5 лет назад. О, это уже 5 лет назад. Да, этот машина там был 2005, так что это 14 лет назад. Это около 30 лет назад. Этот. Этот вот здесь. И то же самое. Да, это же самое. Да, эти, да, эти были были в начале 90-х. Я очень люблю их. Да. О, да. Да, это очень хорошо. Да. Это самые красивые, вы знаете, наверное, они самые красивые машины я видел. Я видел. Я видел. Да, я имею в виду, они просто красивые. Да. и, по-моему, как они используют эти машины? Это, это неидермен. Это неидермен. Это неидермен. Это неидермен. Это неидермен. Какая-то, как быстро ты можешь начать. Да? Это неидермен. Субтитры сделал DimaTorzok с каким-то работником здесь, но он говорит, что он не самое важное здесь лицо. Обожаю просто пожарные машины, они здесь все, ну просто, как бы... Я постоянно их вижу в Канаде, в США, и они все изумительные, они просто обалденные. Вот этой пожарной машине 30 лет. Все они делаются на заказ, они очень дорогие. Ну, не хотелось бы спекулировать, но, насколько мне известно, цена что-то около чуть ли не миллион долларов каждый. Ну или что-то вроде этого. И вот это уже поновее, вот этой вроде бы всего пять лет. Насколько я помню, я сказал. Ай, кстати, я видел пожарные машины ночью, у них вот эти двери поднимаются, открываются. Ну вот так же, в общем-то. То у них включается подсветка, и все это внутри светится, ну это тоже очень классно. Вот такие пожарные машины помогают бороться с огнем в Канаде. И не только, кстати, они также выезжают еще на вызовы на, если, допустим, какой-то проблемы со здоровьем, срочная emergency ситуация, то они выезжают, и как бы там есть их команда или как персонал, они обучены. И у них есть все приспособления, чтобы как бы делать быструю помощь оказывать людям, экстремную помощь в случае чего. Само здание. Круто закрыто здесь. Сегодня выходной. Открыто. Ну да, у них обычно есть что-нибудь такое внутри, что-то типа музея, со всяким таким, со всякой штукой. Никого нет. Не знаю, пойду работать в пожарную когда-нибудь, когда попаду в рай. И, кстати, всегда возле пожарной части и почти всегда есть свой светофор, как здесь. На случай, когда машины выезжают, включается красным, чтобы им было проще и быстрее выехать. И всегда еще на дороге тоже указано, что здесь нельзя останавливаться, что здесь пожарная часть, чтобы водители знали, что это просто так. И специальное место для парковки гостей. Паплик сэфти бэлдинг паркинг. Ладно, всем пока. Ладно. Ладно.